И всем привет, друзья! С вами Лаим Стоун, и сегодня мы с вами обзрываем от Minecraft на версию 1.19.2 под названием Battle LAs. И с данной модификацией к нам в игру добавятся боевые тихони, как их перевели на русский язык. И да, ребята, их здесь достаточно много, они способны сражаться, они способны бить ваших врагов. И давайте же приступать к обзору. И начнем мы, пожалуй, с того, что нам понадобится для того, чтобы обзавестись этими самыми боевыми LAs. Итак, нам понадобится, во-первых, житель. Дело в том, что нам понадобится житель, который будет нам продавать этих ребят, и нам понадобится нотный блок. И все, пожалуйста. Теперь это у нас LA Keeper, как он здесь называется. И, в общем-то, вот, пожалуйста, мы можем здесь покупать LAs. Причем, смотрите, у нас, это как работает, у нас есть несколько ящиков. Да, они у нас будут появляться из ящиков. И всего у нас есть 4 типа дружеских LAs и много вражеских ребят. И на них мы тоже с вами посмотрим. Итак, первый LA это у нас Swordsman. Давайте мы, знаете, как сделаем. Я выйду из креатива и буду просто их показывать. Итак, первый LA. LA Swordsman, 16 жизней. Как вы видите, у него в руках меч. Кстати, смотрится весьма мило, несмотря на то, что меч, естественно, проходит сквозь блоки. Но все равно выглядит прикольно. Ему, как будто, знаете, немножко даже тяжеловато. Потому что он такой маленький, такой забавный. И вот он держит в руках, как бы, такой большой меч. И давайте выдадим ему, например, зомби. Вот что будет, если я заспавню зомби? А все достаточно просто. LA будет с ним сражаться. И вот, пожалуйста, он дал ему хороший пинок. И вот, пожалуйста, они дерутся. И он побеждает. То есть, пожалуйста, мощный удар железным мечом по хребту никогда еще не позволял никому выжить. Прекрасно, замечательно. Но ни одним таким LA славится этот мод, ребят. Дело в том, что их тут достаточно много. И давайте теперь смотреть на вот такого. Это у нас Crossbow LA. И давайте ему тоже выдадим зомбака. Вот, пожалуйста, у нас зомби. И он будет стрелять, ребят. Все правильно, все точно, все совершенно так, как и должно быть. И вот они уже вдвоем разбираются с нашими врагами. Это просто восхитительно. Ну, а дальше у нас Protector LA. И как же он работает? А он работает так, ребят. Это парнишка со щитом. И его достаточно трудно убить, чтобы вы понимали. Но, при всем при этом, он вполне себе способен наносить урон. Небольшой, потому что щитом, скажем так, не так эффективно сражаться, как мечом. И, кстати говоря, если его убьют, то есть если ему сломают щит, то он будет сражаться уже как мечник. И я думаю, что, возможно, мы даже с вами на это посмотрим. Но также у нас есть и вот такой LA. Это у нас что-то типа мимика. То есть это сложно сказать, что это. Это chest LA. То есть это как бы, можно сказать, просто как будто бы обычный сундук, но в нем LA. Да. То есть это работает как-то так. И смотрите, он у нас будет сражаться в дальнем бою. То есть он, как видите, стреляет. То есть вот, пожалуйста, не спускает стрелы. Причем на неплохое такое расстояние. То есть это что-то типа такой артиллерии. Вот давайте мы заспавним зомби, допустим, даже где-нибудь вот здесь. И вот, пожалуйста, аж на такое расстояние у нас это LA стреляет. И, кстати говоря, давай, попади разок. Ну, как видите, да, по-моему, он даже смог попасть. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, сможет ли он победить зомби. И, да, пожалуйста, он его благополучно побеждает. И, кстати говоря, мне очень нравится, как он успевает еще залезть внутрь своего сундука, потом вылезть оттуда, как будто, знаете, он спускается, может быть, за этими самыми стрелами и просто их, наверное, кидает. Я не знаю, дело в том, что у него нет никакого оружия, то есть у него это лук, арбалет, он просто их как-то испускает. Вот как он это делает, мне лично непонятно, но все равно выглядит достаточно прикольно. Но, ребят, я вам также обещал, что мы посмотрим и на злых ЛА-ф, и, кстати говоря, у меня уже стрела в груди, я вам сейчас объясню, почему это происходит. Дело в том, что у нас могут быть вражеские ЛА-и, которые также умеют стрелять, и чтобы вы понимали, как это происходит. Теперь у нас все вредины будут заменяться на ЛА-ф, просто злых. И смотрите, как это работает. Допустим, у нас есть вот такая мирная полянка, и я на нее призову заклинателя. И что же он будет делать? Правильно, он начнет заклинать, ребят, и смотрите, что он сделал. Он призвал злых ЛА-ф, смотрите, вот они, вот они с красными глазками, это именно они, это именно их бьют наши соратники. Кстати говоря, некоторые из них будут сражаться с помощью вот этих вот самых челюстей, то есть это не он вызывает, а это вызывают именно что его приспешники, ребят. И давайте мы посмотрим на это еще разок, допустим, я снова спавню его, и вот, пожалуйста, он их создал. Вот они, вот они, ребят, главные злодеи, они идут сражаться, и вот снова вызываются всякие вот эти вот челюсти. Давайте я даже его просто возьму и убью, чтобы вы были убеждены в том, что да, вот, видите, это они их спавнят. То есть, в принципе, они достаточно страшные, опасные, с ними надо держать ухо во строе. Кстати говоря, у нас также в данном моде есть вот такая вот штука, которая продается у нас у того самого жителя. Он уже, конечно, вот он, убежал немножко далеко, но если его раскачать, то, ребят, он будет продавать вот эту штуку. И она нам нужна для того, чтобы мы могли вызывать дружественных ЛА-ф. Просто берем и делаем вот так. И, пожалуйста, я их заспавнил целую толпу, выйди из креатива, и все. Вот их просто толпы, они пойдут крушить, бить, ломать лица всем вашим врагам. Это очень удобно. И, кстати говоря, тут есть перезарядка. То есть, эта штука, вы видели, ребят, что я ее вызвал, выйди из креатива. То есть, она не потратилась, она именно что используется, а потом ее можно использовать еще раз через некоторое время. То есть, очень удобно, очень круто. И я думаю, что теперь мы с вами немножко подробнее посмотрим на враждебных ЛА-ф. И, кстати говоря, здесь они продолжают называться вексами, то есть, врединами. И давайте будем смотреть на всех по порядку. Мы, в принципе, посмотрели на мирных существ, на мирных ЛА-ф. Давайте смотреть теперь на вот таких. Первый это у нас шадоу. Это у нас теневой, и давайте посмотрим, что с ним произойдет. Ну, конечно, он умеет атаковать, умеет сражаться со своими врагами, и он вызывает вот таких вот. Он вызывает теневых, ребят. То есть, он, по сути, у нас такой размножающийся. То есть, казалось бы, он просто борется в ближнем бою, пытается кому-то нанести урон. У него не особо получается, потому что наши друзья закрывают его щитами, и когда его убивают, он спавнит вот таких вот маленьких. Так это и работает, ребят. То есть, в принципе, достаточно опасный чел именно тем, что он может призвать неплохую такую орду после своей смерти. Но мы сразу идем дальше, и дальше у нас идет, например, Фангер Векс, и давайте посмотрим, как он работает. И, ребята, это оно. Это тот самый чел, который умеет вызывать челюсти. Вот с ним надо быть аккуратным, потому что челюсти, это, конечно, неприятная тема. Больно бьют, появляются зачастую весьма неожиданно. Но, в целом, его можно победить. То есть, опять-таки, если у вас есть дружественные ЛА, то разбираться с ним вполне себе легко. Да и, в общем-то, и самому можно вот так вот сделать. И вот то, про что я говорил. Челюсти — это большая опасность. Давайте смотреть дальше, и дальше. Вот он, ребят, Crossbow Vex. То есть, буквально, чел, у которого есть арбалет, так же, как наши миролюбивые, наши союзники, наши друзья, которые тоже могут сражаться с арбалетами, так же и у него может быть арбалет. Так что, будьте аккуратны, ребята, чтобы вы понимали, всех их может спавнить заклинатель. Так что, он спавнит не только какой-то один тип, он может спавнить их всех. И будьте с этим осторожны. И вот, пожалуйста, Vex с мечом. И вот они сошлись, сражаются в бою, но у нашего друга, по-моему, жизни было меньше, поэтому его, конечно, убили. Но вот, пожалуйста, зато наши друзья вполне смогли добить нашего противника. Кстати говоря, мы даже можем провести маленький эксперимент. В принципе, я могу вызвать их двоих и посмотрим, как они будут биться. И бац, сражаются, бьются. Он, кстати, наш победил. Не знаю, почему. У них вообще одинаковые характеристики, по идее. То есть, даже смотрите, получается, что у него жизней-то больше. То есть, у него 17 жизней, и все равно наш мечник в честном бою один на один его победил. То есть, ну, прям круто, прям здорово. В общем-то, ребят, как-то так все это и работает. Мы посмотрели на все типы леев, посмотрели вот на эту штуку. Так что, думаю, что на этом вполне себе можно закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, ставьте, друзья, оставляйте комментарии. Также не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. А с вами был Леймстоун. Всем удачи и всем пока!